ДАШИ ОСТАВЬЕВА По пути выяснилось, за выдающимся бюстом скрываются широкие легкие поп-певицы. Я забываю тебя, зайчик! Так словом и телом она оттеснила конкуренток с обложки юбилейного номера главного мужского журнала «Планеты». А потом и завладела сердцем основателя империи «Плейбой» Хью Хефнера. Она действительно жгучая. Это касается и внешности, и ее поведения. Она особенная. Зайчик! Она должна была съездить в поместье «Плейбой» всего на несколько дней, но быстро поняла – в гостях хорошо, а дома хуже, и решила остаться в теплой Калифорнии надолго. Боже, ты жадный такой, тебе два надо, да? Отправляясь в Америку, Даша даже не подозревала, что вот так, раздевшись для миллионов, найдет своего единственного. I love you! And I love you! Пусть даже этот избранник годится Даше не в дедушке, а в прадедушке. У них все равно много общего. Хью, хоть и старше ее в четыре раза, до сих пор шалит, словно мальчишка. Здравствуйте, я Хью Хефнер. Спасибо, что вы сегодня с нами. Добро пожаловать в «Пенхаус Плейбоя». Свой журнал он основал в 1953-м. В Буританской Америке тогда никто не верил, что можно открыто продавать журнал, где вместо статей только голые женщины с первостатейными формами. Я не знал, хватит ли мне денег на издание второго номера, поэтому на первом даже дату не поставил. В том году даже Дашина мама еще не родилась, но разница в возрасте дочери пожилого молодого человека ее не смущает. Она прекрасно знает «Who is Hugh?». Как женщина, я ей завидую, что она, ну как бы, соприкоснулась с мужчиной, который знал великих Мерелин, Монерл, Бетти Пейдж. Бетти Пейдж – самая знаменитая модель «Плейбоя» и первая настоящая любовь Хефнера. Остальные, говорят критики, были какие-то пластиковые. Для меня Бетти Пейдж была больше, чем просто девушка с обложки. Она удивительная. Я ее очень любил. И главное, Даш на нее так похожа. Но в детстве Даша была скорее гадким утенком. Во всяком случае, так считали ее одноклассники. В школе я была худая. У меня называли «Доска два соска». Это смешно, но, наверное, накаркали. В родном Орджоникидзе Дашу запомнили девушкой легкой на подъем. Даша просто так легко могла подойти к постороннему человеку и сказать «О, привет, Сань, ты заказал столик на двоих». И трудновоспитуемой. Даша осталась, помотала нам нервничать. И кровь попила тоже. После школы дорога к Хефнеру прошла для Даши по чужим стопам. Совсем как Бетти Пейдж она стала моделью и снималась в эротических роликах. Вот так хорошо видно, как за полвека расширились границы дозволенного. Счастье с Бетти Пейдж для Хефнера было, конечно, полным, но недолгим. После этих съемок в 58-м году она исчезла. Это было ужасно. Я места себе не находил. Куда она могла пропасть? Она сделала меня несчастной. Как умерла первая любовь Хью Хефнера? И чему в своем имении он учит нашу Дашу? Также смотрите в этом выпуске. Они остались без работы, а кушать хочется. Одним словом, кинули. Чем заняться гастарбайтером, если денег нет даже на обратный билет? Даже на метро, капли, капли. Главные герои столичных гетто. Сюда голодные. Как они выживают в кризис? Начали. Это не сон, это сын. Мама, это я. Грузинская самоволка российского сержанта Глухова. Я вот хотела бы, конечно, увидеться с сыном. С чем он оставил сердце матери? Кто-то его все-таки на это натолкнул. И куда исчезла женщина после его дезертирства? Мы разгадали эту загадку. Это главный герой. Хью Хефнер и Даша Астафьева. Продолжение истории. Счастье с Бетти Пейдж для Хефнера было, конечно, полным, но недолгим. После этих съемок в 58-м году она исчезла. Это было ужасно. Я места себе не находил. Куда она могла пропасть? Она сделала меня несчастной. Однажды после очередной фотосессии Бетти Пейдж отправилась не в особняк Плейбой, а в церковь. То, на чем Бетти прекратила свою карьеру, для Даши было только началом. Пройдя сложный конкурс, она стала участницей первой украинской фабрики звезд. Она не победила, но выиграла в другом, в негласном соревновании. Чаще других раздевалась перед камерами. Глубые огоньки, желтые фар... Куда ты смотришь? Она мне изначально не понравилась. Голосистая Элизабет жила вместе с Дашей в звездном доме. Но как в доме 2, одна из них должна была уйти. Теперь ей обидно. А Даши, отличившейся от них не связками, знают почти все мужчины планеты. А талант Элизабет оказался не нужен, даже когда она собралась раздеться. Наверное, каждый день снималась в эфирическом журнале. Я, в принципе, сейчас готова только позвонить мне. На украинской фабрике звезд Даши Астафьевой доставались самые запоминающиеся номера. Она спела даже с Пугачевой. Но лучше всего удавались дуэты с немолодыми, но очень активными мужчинами. Я уехал, я уехал в Петербург. В Петербург. После конкурса ее позвали сниматься сначала в украинский плейбой, а потом и в американский. И вот она уже делится планами на Крефнера. Очень круто захомутать этого прекрасного мужчину. И приступает к их выполнению. Для Хептнера Даша была настоящей гостьей из будущего. Но если подумать, из прошлого. Словно на машине времени он вернулся на полвека назад в своей ненаглядной Бетте. Это было поразительно. У нее потрясающая внешность. Она так похожа на Бетти Пейдж. У нее так здорово получается входить в этот образ. А ведь тогда все же выяснилось, куда пропала настоящая Бетти Пейдж. В конце 50-х она сбежала от дурной славы и от Хью и поехала спасать детей в Африку. Отмыться от всей этой желтой прессы она смогла только на черном континенте. Хью и Бетти все же встретились снова через 40 лет в 98-м. Оказалось, одному из самых желанных мужчин планеты эта модель на пенсии все равно милее всех девушек с обложки. Я был страшно рад ее видеть, но это была уже не та моя Бетти. Говорит, вы похожи, но ты намного лучше, ты намного женственнее. Так, с хорошо забытой старой началась новая Дашина карьера в империи Плейбой. На ломаном, но по-украински обаятельном английском она рассказала миру о себе. Я в своей нескучной оранжевой стороне. Это то, что мы едем. Борщ. Это то, что мы танцуем. А в особняке Плейбой впервые за полвека начались уроки русского. Девочки все время, когда видели меня, говорили, «Хорошо, праздни меня!» И это было очень смешно. На родине на Даши еще пытались смеяться. Но Даша так отшучивалась, что мужчинам становилось не до смеха. Тогда взволнованная то ли Дашиной красотой, то ли ее поведением, украинская общественность стала возмущаться. Она сказала, что она опозорила маму и бабушку, и вообще Украину. Дошло до того, что в Дашином родном Орджоникидзе человек 12 разгневанных мужчин устроили на центральной площади сходку. Столько в этом городе не выходило даже на оранжевую революцию. Раз врат. Вам надо еще миссия доказывать, что она... Таких надо расстреливать. И вот сказки венец. В декабре 2008-го вечеринка, посвященная Даше, стала ее звездным часом. Сегодня мы повеселимся! Это была почти свадьба. Красная ковровая дорожка у входа в самый дорогой клуб Лос-Анджелеса – это путь к алтарю. Модели плейбоя – дружки жениха, папарацци – свидетели, а исподняя – место букета. Я думаю, ну вот сейчас мы там посидим, там, ну просто нужно что-то сделать такое, чтобы все запомнили. Сняла с себя трусики и выбросила в толпу. Тем вечером она окончательно стала новой Бетти Пейдж. Новой и теперь единственной. Да, скам. Не оставляю. Настоящая Фейдж на этой церемонии не присутствовала. Не потому что ревновала, а потому что уже не могла подняться с постели. Через несколько дней после торжеств, где Даша была первой, первая любовь Хефнера умерла. Хефнер соболезновал, но плакать не стал. Во-первых, за полвека такой карьеры расставание – это бизнес, даже если очень личный. Во-вторых, теперь у Хью есть то, что он эти полвека так искал. Возможно, Даша станет для меня чем-то большим, чем просто модель. Вообще-то я предпочитаю блондинок, и все мои девушки были блондинками, но для Даши я сделал исключение. В этом мыльном пузыре гламура, который кризис проколол и, видимо, сдует, копия ценится дороже оригинала. Я тебя люблю. Да? Да. Да, что бы это ни значило, ну, как я могу ответить тебе что-то, кроме да? И во что бы это ни вылилось, неравный брак или рекламный ход, Даша точно не прогадала. Миру ее ног и Хью с ней.